привет рад вас видеть у себя на канале с вами артемий копенский и сегодня я вам зачитаю новости дании за прошедшую неделю кстати сегодня 8 марта и поздравления нашим милым дамам уже на канале еще раз поздравляю вас мы вас любим начнем с новостей про к вид 512 тысяч человек уже прошли первичную вакцинацию это 8,8 процентов населения от 3,3 процента населения уже получили две прививки 500 человек в день в среднем прирост заболевших по к виду 215 человек находится в госпитализации топ коммун по количеству зараженных это исхой фредденсборг колдинг вайла и ходят а струб теперь родителям не нужно будет давать согласие на проверку своего ребенка каждый раз когда в школе хотят провести тест первое согласие будет действовать два месяца а в вайлы ходят по домам и предлагают пройти тест если данная практика будет успешная ее расширят и на другие коммуны вакцина астрозенека одобрена для людей старше 65 лет а календарный план по вакцинации отодвинули на три недели и по плану завершится 18 июля а также в дании зарегистрирован первый случай бразильской мутации к вид по данным bbc пифайзер все так же работает и для этой мутации а теперь перейдем к политике лидеры австрии и дании встретились в израиле для обсуждения совместного производства вакцины премьер-министр мэтта фредериксен сказала что очень рада что дания может сотрудничать с израилем ведь в израиле уже очень много людей провакцинировались эта страна чуть ли не на первом месте по количеству провакцинированного населения до 12 марта начались обсуждения по повторному открытию страны снятия карантина возможно мы снова откроемся уже скоро муниципалитет копенгагена внес три предложения на рассмотрение давайте посмотрим что первое они предлагают продавать алкоголь до 12 второе они предлагают сделать зоны в копенгагене где вообще нельзя продавать алкоголь и третье это сделать зоны где нельзя не только алкоголь но и сами тусовки то есть три предложения первое продавать алкоголь до 12 только. Ввести зоны, где алкоголь вообще нельзя продавать и ввести зоны, где нельзя будет ни алкоголь, ни громкая музыка. Тусовки нет. Переходим к экономике. На продажу выставлено на 26% меньше жилья, недвижимости, чем в то же время прошлого года. Общая доходность датских пенсионных накоплений в прошлом 2020 году составила 251 миллиард датских крон. И это 6,1% годовых, что весьма неплохо, учитывая, что был кризис и акции сильно падали. Ну и напоследок давайте о жизни в Дании. Как же не поговорить об этом? Ворованное станет продавать еще сложнее. ДБА и Гуль Огратис усложняет анонимную продажу товаров. Они устанавливают NMID-чек. То есть теперь, продавая товар в онлайне, вам нужно будет иметь регистрацию, с NMID. И NMID будет использоваться для предоставления чека за продажу. И это все потому, что в Дании каждый год продается 600 тысяч краженных товаров. Датский совет по здравоохранению разработал руководство о том, как укрепить психическое здоровье и чувство благополучия. Датский зоопарк снова открыт для посещения. Для этого у вас должен быть на руках тест не позже 70, не старше 72 часов, что вы, конечно же, не больны ковидом. И это распространяется на людей старше 15. То есть для всех детей вход свободный. Уже в этом месяце налоговая подведет итоги. И мы все получим либо возврат, либо нужно будет доплатить тест. Ну и последняя новость это про паспорт ковид-19. Ожидается, что цифровой паспорт будет готов уже в мае. Это приложение на телефон, которое будет показывать ваш статус вакцинации. Прошли вы одну или уже сразу две, а если вы еще не провакцинировались, то позитивный или негативный у вас был последний тест. Пока цифровая, цифровой паспорт еще не готов, с 15 марта будет вводить уже что-то похожее на Сюнхил ДК и в программке минсюнхил.дк. Ну вот и все. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Артемий Копенский. Увидимся на следующей неделе. Пока!